На самом деле транспортом в городе Херсонии до сих пор не занимался никто. И это уже длится на протяжении не года, не двух, не трех, а уже, наверное, на протяжении пяти лет. Транспорт, как и любая инфраструктура, она требует развития, она требует обновления, она требует того, чтобы ей занимались грамотные квалифицированные специалисты. Для того, чтобы херсонцы пользовались нормальным качественным транспортом, необходимо в том числе и научный подход к этой проблематике. Необходимо произвести расчеты, которые посчитают пассажиропоток, на основании которых будут рассчитаны оптимальные маршруты движения транспорта. И как результат от этого будет зависеть та пассажировместимость автобусов, которые необходимо покупать, и количество транспортов, которые должны находиться на линии в определенные промежутки времени и на тех либо иных маршрутах. У нас, к сожалению, все происходит несколько по-другому. Как результат транспортный коллапс, который мы получили, он должен заставить чиновников задуматься над тем, как двигаться дальше. Двигаться дальше нужно брать опыт других городов. Он сегодня есть, он сегодня есть положительный этот опыт. Взять хотя бы опыт Львова. Сегодня там 60% транспорта – это коммунальный транспорт. Это дает возможность городу и горожанам спокойно, без каких-либо транспортных коллапсов, каких-либо проблем, передвигаться в любое время суток практически. Есть ночной транспорт с большим интервалом, дневной транспорт, который покрывает полностью дневной трафик. Где взять деньги на покупку нового транспорта, для того, чтобы развивался именно коммунальный транспорт, для того, чтобы город имел определенную страховку от различного образа коллапсов, неприятностей, которые могут для него устраивать частные перевозчики. А это безопасность, поэтому город обязан развивать коммунальный транспорт. Деньги на коммунальный транспорт с удовольствием сегодня выделяют кредитные институции, которые есть и которые работают сегодня в Украине. Это и Банк реконструкции и развития, другие кредитные установки, которые есть, они охотно работают с бюджетом, с бюджетными организациями, с коммунальными предприятиями. Да, естественно, город должен будет какую-то часть профинансировать на это. Эти резервы сегодня у города есть. Бюджет города сегодня позволяет зарезервировать сумму на покупку транспорта и покупать его либо в лизинг, либо в кредит. В результате работы этого транспорта уже в городе, соответственно, его окупать. Должны быть абсолютно прозрачные все взаимоотношения. Это электронный билет, это прозрачная процедура получения права работы на том либо ином маршруте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин